Дмитрий Нечаев А значит и число выявленных зараженных, в том числе тех, у кого заболевание протекает в скрытой форме. И это хорошо. Ведь чем больше будет выявлено и изолировано таких переносчиков инфекции, тем меньшее число людей они заразят. Так что давайте я лучше расскажу вам, как реально обстоят дела в нашем городе и регионе с распространением инфекции. Ну а вы, обладая этой информацией, надеюсь, сделаете верные выводы и примете адекватные меры. Сегодня похоже на то, что весь мир на пике пандемии. Количество случаев коронавируса COVID-19 на планете достигло 5 197 863 за сутки, увеличившись на 107 085. И это рекордный прирост с начала пандемии. Больше всего новых случаев приходится на США, Бразилию, Россию, Индию, ну и ряд стран Латинской Америки. А помните, кстати, как некоторые прогнозировали, что якобы с приходом теплой погоды зараза сгинет сама собой? Ну уж в Индии-то точно сейчас не холодно, а вот поди ж ты, она в лидерах по заражению. Но давайте о нашей ситуации. По данным наутро 22 мая в Тверской области выявили 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ну вот в таких пределах мы уже примерно с начала месяца и живем. Количество заражений в сутки от 10, ну максимально до 53 человек у нас было. Всего в нашем регионе на данный момент лабораторно COVID-19 подтвержден у 1242 человек. Выздоровело 756 пациентов. 14 человек, к сожалению, умерли. И вот сразу трое из них за последние сутки. И это, конечно, очень печально. Когда умирают люди, которых знал лично или те, кто был многим известен, то как-то реальность угрозы становится особенно явственной. Вчера вот, например, я узнал, что у известной советской телеведущей и радиоведущей Светланы Моргуновой скончался единственный сын Максим. Он был мой коллега, журналист. Ему было 52 года. Недавно ему был поставлен диагноз COVID-19. Он был на домашнем лечении у себя дома, один. За несколько часов до смерти ему как будто бы стало легче, но затем стремительные ухудшения и трагический финал. Светлана Михайловна Моргунова была моим художественным руководителем, когда я работал на телевидении в Останкине. Я знаю, как ей сейчас тяжело и глубоко соболезную. Я поделился этой историей, чтобы даже самые убежденные нигилисты, скептики и просто отчаянные беспечные люди еще раз задумались над реальностью угрозы. Причем не только для своего здоровья, но и для здоровья и жизней окружающих, включая, конечно, самых близких людей. Эта опасность уже здесь. В нашей стране и в регионе в целом удается держать ситуацию под контролем, если бы не отдельные случаи, в основном связанные либо с вопиющим невежеством, либо с безответственностью, либо с надеждой на авось, либо, может быть, с преступной халатностью. Наверное, все уже знают, чем закончились пышные многолюдные похороны в Адыгее, после которых COVID-19 подхватили сразу более полутора сотен человек. Многие, конечно, слышали, что в Ростове пришлось возвращать режим усиленных мер безопасности после того, как многие, обрадовавшись весеннему теплу, забыли о мерах самоизоляции и высыпали гурьбой на улице, не соблюдая, конечно, при этом социальной дистанции. Ну и вот наш дикий случай, произошедший в Кимрах, где супруги-воспитатели, зная о том, что их дочь болеет коронавирусом, скрыли этот факт и заступили на двухнедельное дежурство. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета нашего региона, супруги, заступая на двухнедельную смену в учреждении, указали в журнале допуска, что соблюдали режим самоизоляции, а также не контактировали с лицами из группы риска. Ну и через неделю они сами пожаловались руководству школы на недомогание. Результат тестирования – COVID-19. У обоих. Но если бы только у них, из находящихся в учреждении 19 детей и 10 сотрудников, заразились 14 учеников и еще трое воспитателей. Всем понятно, что не исключено, что число инфицированных увеличится. В отношении них возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, что привело к новому массовому заболеванию людей коронавирусом. Максимальная санкция за это – до двух лет в колонии. Ну и что натворили-то, хочется спросить. Чем думали? Кто дал им право рисковать жизнями своих подопечных и коллег? Что это вообще такое было? Клупость? Простота, которая, как известно, хуже воровства? Преступная халатность? Ну просто нет слов. Поэтому еще раз. Сегодня уже известно, что COVID-19 – это не легкий насморк, даже не грипп. Он вдвое заразнее, он труднее выявляется, он имеет более длительный скрытый инкубационный период. Он поражает, в отличие от гриппа, не верхние дыхательные пути, а легкие, вызывает быстро развивающуюся пневмонию, от него нет коллективного иммунитета, нет пока сертифицированных вакцин, наконец он просто до конца не изучен. И неизвестно, как он поведет себя в дальнейшем. Кстати, даже выздоровевшие от этого заболевания часто жалуются на серьезный урон для здоровья и побочные негативные эффекты. А значит, шутки с ним плохи. Ну и сейчас мы, скорее всего, находимся на стадии плато по количеству заражений коронавирусом. Но это не значит, что наступило облегчение, что можно расслабиться. Это значит, что число заражений сейчас максимально велико, если сравнивать с началом пандемии. Просто нынче нет постоянного роста числа заразившихся за сутки, а в Москве так и вообще заметно снижение. Зато все больше выявляется бессимптомных носителей заразы, что еще опаснее. На полях сражений с мировой напастью есть и успехи. О них рассказывают в новостях телеканалов, на информационных сайтах. Мы регулярно информируем вас об этом. Однако то, как скоро мы окончательно покончим с этой заразой, какую цену за это заплатим, тут все зависит главным образом от нас. И в меньшей степени от медицины. Давайте, наконец, услышим тех, кто заразился коронавирусом, и тех, кто их спасает, медиков. Они в один голос буквально умоляют нас. Не рискуйте зазря. Соблюдайте самоизоляцию. Пользуйтесь масками, перчатками, антисептиками. Ограничьте контакты с другими людьми. Помните, как сказал Стефан Цвейк? Нет средства помочь тому, кто сам отдал себя на заклание. Берегите себя и своих близких. Хороших выходных. До встречи.